Ребятки, всем привет! Я очень рада видеть вас на моем канальчике. И сегодня будет видео, а что в моем рюкзаке на карантине. В принципе, то, что в моем рюкзаке, оно никогда не меняется. Ну, может добавиться антисептик, маска. Кстати, антисептиком я не пользуюсь. Он у меня есть, но я его не ношу с собой. Поэтому погнали смотреть, что у меня в рюкзачке. И сначала я вам хочу показать этот рюкзак. Я рассказывала о нем вот в этом видосике. Да, но там, может, не очень интересно быть, но тут, по-моему, около 9-7 карманов. Рюкзак безумно вместительный. И давайте начнем с самого маленького карманчика. В принципе, у меня то, что есть... О, деньги наши. Обычная гигиеническая помада со вкусом Кока-Колы. Мне она раньше не нравилась. Сейчас она мне очень нравится. И у меня их не одна, а две. Я их использую для блеска. Это просто, чтобы уложить губы. У меня губы, в принципе, не сохнут. Просто мне очень нравятся в разное время, разный вкус. Дальше это ключи. Ну, блин, все носят ключи. Но я очень люблю брелочки, поэтому у меня тут висят брелочки. Мне их дарили. Да, люблю, короче, брелки. Ну и, в принципе, в первом карманчике больше у нас ничего нет. Дальше идет такой формашек. Тут у меня лежат пару резиночек, потому что иногда бывает, мне их не хватает, либо я их не теряю. Я их, как бы, теряю по дому, оставлю в каком-то месте, потом забуду, потом найду. Ну, всякое такое. Плюс тут лежат салфетки. Закончим сейчас. Ну, и тут больше ничего нет. Дальше, в следующей кармашке у меня лежит маска. Черная масочка. Я, кстати, сделала распаковку на корейские штучки. Вот это видео тоже можете посмотреть. И тут... А, нет, тут еще и зеркальце у меня. У меня бабушка купила прошлом летом. Оно безумно красивое просто. Посмотрите, какое оно няшко. А вот и вы. И теперь переходим к самому большому кармашку. Первое, что всегда мне попадается, это вода. Да, я очень люблю пить воду. Думаю, вода это самый любимый мой напиток. Может из-за того, что я начала в культете все такое. Но, реально, воду я ношу всегда. Я очень люблю воду. Я пью ее литрами. И это правильно. Следующее, что у меня тут лежит, это вот такой блокнотик с переливашками. И к нему еще где-то ручка лежит. И вот черная ручка. Сюда я записываю идеи для видео, что я хочу снять, что я буду говорить на видео. Ну, рисую всякие рисунки к видео, ну и так далее. В принципе, я его почти уже закончила. Поэтому я начала вести еще одну тетрадочку, которая теперь чуть дальше передо мной. Когда мне надо что сложить, куда положить, что снять, что сказать. Я не пишу сценарий, конечно, на видео. Но, прежде всего, что в моем рюкзаке, мне надо было что ставить. Что в нем было. Потому что иногда я что-то выкладываю, иногда что-то не докладываю, иногда что-то забываю. Но, я думаю, все забывают. И все же, когда снимают видео про рюкзак, ложат туда именно все, что всегда носят. Ну, блин. То, что у меня тут есть, это расческа от Tingers Teasers. В общем, расчесочка. А, Tangle Teaser. Я знаю, есть маленькие компактные расчески. У меня они лежат обычно дома. Поэтому вот этой расческой я пользуюсь. Как я думаю, вы уже заметили, у меня длинный волос. Поэтому я, в принципе, люблю расчески. Но, в принципе, на улице я ими не пользуюсь, только когда ветер. Но она мне нужна. И мне нравится черно-светка. То, что, в принципе, самое главное, и буквально каждый ребенок это носит, это телефон. Да, я снимаю не на свой телефон, а на мамин телефон. И вот. Я хотела еще снять одно видео про, как я настроила свой телефон в очень красивом стиле и все так далее. Если вам интересно такое видео, что вам в телефоне, какие полезные приложения, может, я вам подскажу. Всякое такое, то напишите об этом в комментариях. Я знаю, что очень многие любят слушать музыку. Поэтому к телефону, конечно же, у меня есть наушнички. Маленькие, компактные, прикольные. Мне нравится. Мне их подарили на день рождения. Этот видео вы тоже можете посмотреть тут. Ну, в принципе, последнее, что я всегда ношу на гулянку, это деньги. Потому что я всегда что-то покупаю. Собственно, я очень люблю мороженое. Это знают все мои друзья. Я мороженое, считаю, не калорийным. Оно для меня просто как воздух, как вода. В принципе. А так это все, что было у меня в рюкзаке. Я думаю, в рюкзаке не должно быть слишком много всяких вещей. Он должен быть маленький, чтобы он не мешал, чтобы не рвались волосы. И, наверное, не знаю, где зацепляются. Вот. Я вам показала сегодня, что лежит в моем рюкзаке в самом большом объеме. Поэтому всем спасибо за просмотр. И переходите в комментариях. Пишите идеи для видосиков, какие вы хотите видеть на мой канале. А всем пока. Спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо.